Ребята, самое главное, не переживать, настроить себя, успокоиться и верить в лучшее, что вы сможете все написать, все сделать. Не падать в панику. Паниковать эти школьники и не собирались. Их уверенности можно только позавидовать. Большинство даже на удачу не полагаются, только на знания. У меня каких-то обрядов таких нет. Я уверен в своих силах. Пробный сдавал два месяца назад. Там был результат 70 баллов. Думаю, сейчас 80 должен написать. Матвей Ловчев стремится набрать сотку, поэтому дополнительно занимался с репетитором. Перед самим экзаменом считает важно выспаться и позавтракать. Вообще выпускник старается постоянно соблюдать режим. Мечтает стать военным. Правда, я сегодня поспал только часа три, наверное. Не мог уснуть вообще. Ну, помыться, принять душ бодрящий, покушать, чай попить. Ну и все. Чувствовать себя комфортно перед экзаменом. Сочинение. Главное, чтобы текст хороший попался, понятный. Ну а так, тестовая часть вся легкая, считаю. Есть среди экзаменуемых и те, кто в тревожные минуты резко стал верующим. На шпаргалки и телефоны никто не надеется. На входе досмотр. Школьники шутят. Лучше лишний раз повторить, чем написать шпоры. Но пятаки в ботинке через металлоискатель все же проносят. Расскажите, какие-нибудь, не знаю, приметы есть у вас, чтобы сдать хорошо. Я монетку положила в вашем обе. Всего испытания великим и могучим сегодня прошли 109 учеников Алексеевской гимназии. Рассадить их по аудиториям в этом году было попроще. Вернулись к доковидным 15 вместо 9 человек. Кстати, в этом году изменились и требования к баллам. Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимальное количество 24 балла. А чтобы поступить в ВУЗы по русскому языку, нужно набрать 36 баллов. Также есть изменения в критериях оценивания. Если в прошлые годы допускались пунктационные ошибки от нуля до трех, и ребята получали один балл, то сейчас от нуля до двух. Результаты сегодняшнего испытания опубликуют 17 июня. До этого школьники сдадут и другие экзамены, в том числе обязательную математику. Завершится волна ЕГЭ 21 июня информатикой.